Здравствуйте, спасибо огромное, что пришли к нам на нашу площадку. Тоже дело крайне важное сегодня. Всю украинскую систему Центра психологической поддержки бойцов шаг на встречу начала работать в Хайпе. Особенности к своей работе сегодня нам расскажут гештар-терапевты Никита Бондарчук и Екатерина Шудалева и психотерапевт Наталья Чернякова. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось представить нашу работу в рамках благотворительного фонда шаг на встречу. И в частности это реализация проекта по созданию центров психологической поддержки во всех областных городах Украины. На данный момент реализация проекта началась в феврале месяце. В феврале месяце была собрана группа супервизоров, которые уже по областям Украины собирали команду психологов, работающих в этой тематике. Это помощь всем, кто соприкоснулся с событиями на Востоке. И с мая месяца в 15 городах Украины открылись центры шаг на встречу и приступили к работе. Ну, это такие города, как Хмельницкий, Днепропетровск, Харьков, Тернополь, в Одессе, в Киеве. Ну, и в тех городах, которые еще не открыли свой центр, там есть команды специалистов, которые готовятся к их открытию. Вот. Чем занимается шаг на встречу? Это, ну, прежде всего, ориентировано было на работу, на реабилитацию военных, которые возвращаются из зоны боевых действий. Кроме того, это помощь, психологическая поддержка их семьям, семьям погибших, переселенцам, волонтерам, которые работают, помогают переселенцам и военным, и другим поддерживающим службам. Я так чуть расширю это, наверное, более таким человеческим языком живым. Никита у нас представляет нас официально. Кто может к нам обращаться? Это военные, это их семьи, жены, мамы, дети, потому что семья, переживая отсутствие мужа, испытывает такую же травму. Это страх, это переживание, и они тоже подвержены, как бы, страдают от этого и могут обращаться. В индивидуальном порядке и группы мы готовим группы для женщин, для жен военнослужащих, для матерей, и можно обращаться за поддержкой. Это бесплатно, что важно. Все наши центры благотворительные и работают бесплатно. Кто еще может обращаться? Переселенцы. Сейчас в Харькове это очень актуальная группа, и на данный момент, наверное, треть нашего контингента – это переселенцы. Мы сотрудничали со станцией Харьков, сейчас мы сотрудничаем с адаптационным центром для переселенцев, и многие обращаются. Это тоже бесплатно, и можно обращаться. Также волонтеры, все, кого как-то зацепила война, мы не требуем каких-то доказательств или документов. То есть девушка военнослужащего, которая официально ему не жена, также может обратиться и получить помощь. Все это бесплатно. В каком случае нужно обращаться? Ну, чувство тоски, печали, депрессии – знакомо. Также может быть тревожные сны. Реское ухудшение самочувствия, которое не могут описать врачи. Ну, симптомы, травмы, в общем-то, все. Что еще важно – дети. Часто дети военнослужащих, дети переселенцев начинают вести себя не так, как до этого. То есть замечая состояние взрослых, они становятся либо агрессивны, либо тревожны, тоже плохо спят. На детях часто сказываются на здоровье, энурезы, отставания в развитии какие-то. Ребенок вдруг перестает читать, например. Вот читал, буквы знал, хоп, все забыл. С такими детьми тоже нужно обращаться. В нашей команде есть детские психологи, которые специализируются на помощи детям. Вопрос. Вот сейчас достаточно много говорят о том, что психологи тоже бывают разные. Помощь тоже можно оказать по-разному, в том числе иногда и не очень конфиденция. Насколько Ваша методика признана, принята? Как Вы сотрудничаете, возможно, с какими-то государственными службами? Я могу ответить на этот вопрос. На данный момент мы сотрудничаем с Министерством обороны. Мы участвуем в совместных проектах. Участвуем в совместных проектах. У нас есть благодарственное письмо от Министерства обороны, которое адресовано нашей организацией. Ну, если кто захочет, то знакомится. В будущем подготовленные специалисты будут выезжать на полигоны и, возможно, в зоны АТО. Вы работаете в госпитале? Нет. У нас есть контакт с Ситенко и с госпиталем по протезированию, но в военно-госпиталях мы сейчас не работаем. На данный момент мы работаем на Южном посту. Мы приходим туда как волонтеры и дежурим. Ну, то есть те ребята, которые приезжают и размещаются на Южном посту, мы с ними проводим работу. Это работа не глубинная, это на поддержание ресурсов. Есть ли обращение инициатива от солдат? Хорошо. Да, инициатива от солдат есть. Иногда это прямая инициатива, то есть подходят, звонят люди, обращаются. Но, как правило, эта инициатива следует уже тогда, когда человек действительно испытывает какие-то очень серьезные переживания. Вот в нашем опыте даже был опыт, у меня был опыт работы с киборгами из аэропорта. У нас есть ивана. Да, мне интересно, что вы уже начали частично отвечать. Я хотел бы более детально, чтобы вы пояснили, вот как вы выбираете объекты для работы. Как правило, человек, который испытывает психологическую травму, очень редко сам идет к врачу. Как правило, замечают, окружающие обращаются. То есть кто, как правило, становится инициаторами того, что тот или иной человек попадает в сферу ваших профессиональных интересов. И более подробно о, собственно, форме работы. Это беседы, это какие-то, может быть, другие формы, гипноз, ну какие-то еще технологии специальные для снятия. Катюш, ты ответишь. Да, я отвечу. Не что такое гипстатерапия, а что вы используете конкретно? Не все нужно использовать сейчас или не все в этом году. Если можно. Я скажу. Сначала, на первую часть, как мы работаем. Что попадает в сферу? Как правило, естественно, добрая воля человека. То есть никогда психолог не может помочь человеку без его желания, без его какого-то обращения. Как осознают часто эту потребность? Во-первых, мы стараемся бывать там, где находятся военнослужащие. Это тот же самый Южный пост. Южный пост, я шифрую, это пункт помощи военнослужащим при транзите через Харьков. Это какие-то базы, военкоматы, ну, собственно, везде, где как-то они возникают. И там всегда можно поговорить. То есть когда психолог не какой-то чужой человек в кабинете, а человек, с которым ты уже поговорил, просто, ну, о чем угодно. Выпил вместе чаю, познакомился, он становится ближе. Я недавно ехала в Хмельницкий, как раз на очередной этап нашего обучения, и попала в вагон, где было много солдат. Ну, после полчасика мы чаю попили, и оказалось, что вот прямо сейчас нужна помощь. И мне пришлось буквально на ходу там давать контакты, кому-то прямо импровизировано чем-то помогать в процессе. То есть когда они познакомились уже, пообщались, поняли, вот там приходит осознание, и они начинают обращаться. Кроме того, часто есть такое понятие «опосредованный приход», когда приводят ребёнка или жену сначала. Вот мне хайшу, ей что-то плохо. Или когда близкие замечают, что спать не может. Вот очень часто не может спать. Крик во сне, кошмары. И тогда это через влияние близких происходит. Часто нарушаются семейные отношения. У пострадавшего военнослужащего нарушаются какие-то семейные отношения, возникают непонимания, не находятся общий язык, и приходят на консультацию про семью. Как объяснить жене? Мы не можем договориться. Вот такое. И из этого начинается работа. Договорю. Я сказала же вторую часть про обучение нашей по итогу гипноза. Мы не пользуемся. Мы проходили все дополнительные обучения по кризисной работе именно с военными. Но у каждого из нас при этом есть сертификат в своём направлении психотерапии. Мы с Никитой гештальтерапевты. Наташа клиент-центрированный терапевт. У нас Наталья. И это направление, чтобы получить этот сертификат, проходится много часов личной терапии, супервизии, и сдаются супервизионные требования, работа супервизионная в конце. Поэтому все мы сертифицированы на международном уровне и имеем право на такую работу. Кроме того, мы проходим постоянно супервизию. Никита сказал об этом. Это отличие нашей команды, достаточно от многих психологов, что мы следим за состоянием самих специалистов. Потому что даже хороший специалист, работая с таким постоянно, может выгореть и стать некачественным. Что ещё хотела сказать? А как выглядят формы работы? Беседа. Это беседа и некоторые арт-терапевтические практики, телесные какие-то включения. Но в целом это беседа. Я могу добавить, что это индивидуальная работа, групповая работа. И работа может быть как разовая, так и продолжительная. В зависимости от запроса. В настоящее время в Харьевском центре работает 8 специалистов и супервизор 9, который поддерживает и даёт рекомендации. Может, вы говорите, что супервизор, то есть кто супервизор? Ольга Кадышева. Я хотела задать вопрос. Я так понимаю, вы с 15 числа открылись? Нет, мы открылись 4 мая, кажется. А сколько людей уже обратилось? И какие случаи вы могли бы прямо здесь рассказать, для того, чтобы люди могли понимать свои состояния и наблюдать? Сколько людей прошло уже через 15? Я отвечу сейчас на этот вопрос. Но это около 150 человек, которые за это время проконтактировали с нашими специалистами. По поводу, кто может обращаться, это, смотрите, опять же, любые проблемы со сном. Плохо засыпаешь, неожиданно просыпаешься, не спишь вообще. Проблемы с агрессией, немотивированной. Что вдруг что-то, абсолютно какое-то, несоответствие реакции, воздействия. Я попробую проиллюстрировать случаями. Можно, Никит? Конечно. Насколько мне позволяет, естественно, условия конфиденциальности. Потому что очень важно, что вся наша работа конфиденциальна, и нигде никому узнаваемо об этом не рассказать. И в этом контексте, ну что я могу вспомнить такое? Такое обращение, например, запрос меня, очень стала раздражать моя жена. Вот чтобы она не сделала, чашку не так поставит, и я чувствую, что меня все бесится. Я, говорит, понимаю, что это как-то ненормально, я чуть ли не ударить ее хочу. Вот такие обращения. Простите, от военного? От военного. Вот я, говорит, боюсь домой ехать. После выздоровления, после кузов, говорит, боюсь домой ехать. Вот такие какие-то еще и стандартных, бывает с какой-то вот обидой на происшедшее тоже, что, ну вот, нет понимания. Вот еще очень важно. Часто меня не понимает. Моя семья, вот тоже, я еду в отпуск, и чувствую, что они меня не понимают, чувствую, что не знаю, как это. Вот это нередкая такая шкафа. Можно немного статистики? Это мобилизованный или контрактный? Это общая статистика? Это не принципиально, потому что ситуация типичная. Есть еще такой момент, что я не хочу возвращаться домой, потому что меня там никто не ждет. Нет, я, чтобы вы обучили, это офицеры, солдаты, то есть кто это? И офицеры, и солдаты, и мобилизованные, и контрактники, как бы, ну, это не зависит скорее от статуса или профессии человека военной, а это типичная ситуация для человека, который возвращается откуда-то. Потому что он там получил опыт, который он не может разместить в мирной жизни. За это время его семья получила опыт, который он не знает. И когда эти два опыта встречаются, возникает конфликт. Вот, собственно, об этом. Пусть 5, пожалуйста. Да, конечно. Наталья Чиновка, руководитель Харьковского отделения Ассоциации физических церковных. Ассоциация фактических подглавания наследствий в церковном обществе. Конкретно моя группа, ну, не все отделения, а я еще возглавляю группу по работе с моими служащими. И действительно, будет более реабилитация. Мы работаем в полицейских частях и занимаемся реабилитацией. Вот, мне интересует, насколько у вас контакт налажен с военкоматами. Как вы предполагаете, да, ну, как бы работать в части? Ну, потому что, скажем так, я переживаю тоже за вот этот момент, потому что у нас там уже работаем. Меня просто волнует вот этот вопрос. То есть, как вы первое будете контактировать, да, с военкоматом? И каким образом получается? Брать эти контакты, да, как вы видите работу именно в полицейской части? Ну, по реабилитации. А в каком контексте, ну, вас это волнует? В каком контексте? Потому что я там работаю, ну, налаживаю работу, и там нарусная система, очень жесткая. И вы работаете именно в связи с своим командом, то есть у нас четкое разрешение и пропуск, опять-таки, договор с Минобороны. Опять-таки, хотелось бы, если можно, где-то увидеть тоже договор с Минобороны. Это не договор, это скорее письмо о намерениях или... Мы сотрудничаем, мне было сказано, что есть договоренность. Было сказано, что сотрудничаем и есть благодарственное письмо на наши организации. Я скажу так, я не очень владею всем, то есть благодарственное письмо лежит здесь у нас, но поскольку у нас это общеукраинский центр, то о том, как именно выглядит договоренность, договор и так далее, можно запрашивать, ну, то есть на нашем сайте, либо списавшись с нашим руководством. Вот, на нашем сайте есть все контакты, это возможно. И, ну, как о том, как с военкоматами и с этим. В данный момент процесс договоренности с Минобороны происходит, то есть я пока сейчас очертить, как именно будет происходить там, где пропускная система, не могу. Поскольку, опять же, я кризисный психолог и практик, у нас есть руководство, которое занимается вопросами договоренности, а мы приходим и работаем. То есть наша часть, это часть отработать, оказать психологическую помощь, часть от договоренностей, там, проходов, пропусков решается, соответственно, нашим руководством. А ваше видение именно по работе в военской части? Я могу пояснить, сейчас вот Наташа пояснит по поводу, как мы работаем с военкоматами, а потом... Я так хотела сказать, что на самом деле военнослужащих очень много. Я в вашем вопросе услышала то, что мы пытаемся как-то то ли вас сместить, то ли занять ваше место. Никто этого не пытается делать. На самом деле специалистов требуется очень много, и на данный момент их недостаточно. Если мы будем сотрудничать и быть заодно, это будет очень здорово, потому что людей травмированных на данный момент очень много. И это не только военные, это и их семьи, и их дети, и родители, и люди, которые переехали из зоны от его пострадавших. Поэтому, ну, мы заодно. Вот это я хотела сказать. Сейчас. Да. Подождите одну секунду, потому что вопрос тот был. Тот вопрос... Я думаю, что мы сможем, Наталья, ответить после... Для меня, например, все журналисты, поэтому... У вас есть русская тема, которую вы можете обсудить, действительно, послепенно, и, в первую очередь, вопрос от журналистов. Да. Можно я вопрос-таки к вам, Никита? Скажите, вот вы говорите, что в 15 городах открылись центры уже подобные. Будут ли такие центры открываться в Донецкой и Луманской области, на подконтрольной Украине территории? Там, где военных, ну, соответственно, есть определенное количество, которое базируется уже, там, год большинство из кинеки. И второй вопрос. Значит, скажем так, кто изначальная точка вашего обучения? То есть вы под каким-то проектом уединены все? То есть это польский проект какой-то, может быть, грант какой-то? То есть откуда, как нас обучаются? Ну, я слышал, значит, основная наша сейчас работа направлена на тех, кто возвращается. Вот, это в первую очередь. По взаимодействию с Министерством обороны, Министерство обороны разрабатывает программу, в которой там будет работать. Вот, создаются группы психолог, медик и капеллан, которые будут выезжать непосредственно на полигон и непосредственно в зеленую, так называемую зеленую зону боевых действий. Вот, это, ну, заканчивая ответ на ваш вопрос. По поводу, ну, в планах стоит, что во всех областных центрах Украины будет работать Центр по помощи в реабилитации, возвращаясь к себе. Про финансирование. Про финансирование на данный момент это частное, ну, это как бы, в чем опять же отличие этого проекта, что инициатива произошла от мецената, что украинский меценат собрал инициативную группу, которая в свою очередь собрала группу супервизоров по Украине, и уже супервизоры собирали психологов, которые непосредственно работают. Обучение тоже происходит, ну, именно в рамках этого программы происходит обучение в рамках гештальт-подходов терапии. То есть за счет вот этого мецената? За счет мецената. Это украинский меценат, я маленькую так приоткрою, естественно, без имен, он пожелал остаться анонимным, но это IT-сфера. Тогда прошу следующий вопрос. А если он просто передумает финансировать завтра, у вас какая-то договоренность с государством или с какими-то другими фондами, которые готовы будут продолжать ваше дело? Есть или это так? Есть. У нас есть договоренности с ним, и, естественно, одно появление в финансировании. Есть у нас группа людей, которые работают с грантами, с этими вопросами. Опять же, как практик я не отвечу. Это, наверное, моя такая позиция. Я много работающий и практикующий специалист, и практически все мы в той позиции, что мы работаем. Меня, ну, от себя так по-человечески отвечу, не пугает прекращение финансирования в каком-то смысле. У меня был опыт восьми месяцев волонтерства в проекте «Станция Харьков», который отнимал все время и не финансировался ничем. И, ну, как-то это преодолимо и не в этом суть. Сколько всего психологов вообще в вашем проекте по всей Украине есть? Затрудняюсь пощадку. Более 70. И можно маленькое еще уточнение? Вот среди тех психологов, которые работают, есть ли люди, которые имеют опыт участия в боевых действиях? В этой войне, в предыдущих войнах, врачами, бойцами? Врачами? Есть. У нас есть медик. Не в этом дело. Именно люди с опытом участия в боевых действиях. Боевавшие в боевых действиях. Есть психолог, который работал с людьми, которые возвращались из Афганистана, как бы в этой тематике хорошо ориентируются. Есть психологи, которые выехавшие из Афганистана, которые соприкасались именно с этими событиями. Только у нас в Харькове из нашей команды трое психологов-переселенцев. Спасибо большое. У нас, к сожалению, немного времени. Да, пожалуйста. Я заранее прошу прощения. Вопрос у нас на политической близкости. Но в пресс-ананции указано, что, по крайней мере, сегодня на пресс-конференции присутствуют представители, которые считают терапевтической школой. В Украине она представлена двумя московскими институтами. Супервизию у вас будут проводить специалисты московских институтов. Критический вопрос, как может страна Агресса, как вы будете работать с военнослужащими, учитывая, что ваша московская феструктура находится на территории Агрессии. Вопрос действительно для того, чтобы понимать этот вот этический освет. Потому что мы работаем уже второй год, по сути, в июне начался. И мы понимаем, что здесь вредные военнослужащие и семьи погибших. Куда идти с настроением не совсем, так скажем, патриотичным, тоже травматично до этих категорий. Потому что они защищали Украину и потери человеческие, жены, мужья, тоже в войне за Украину. Вряд ли жена военнослужащего осведомлена о том, что гештальт-подход так получилось у нас материнский. Иначе, ну как бы в русскоязычное пространство привезла Москва изначально в 90-е годы. Опять же, может ли человек, учившийся в МГУ, быть патриотом Украины? В МГИ, простите, в Москве. В МГУ. Может ли человек, получив образование, не знаю, в любой стране, быть патриотом своей страны? Может. Это обучение. Это просто надпись в дипломе. И да, надпись в сертификате действительно стоит с печатью. Хотя, опять же, оба гештальт-института московских, они имеют международные сертификаты. То есть признаются по миру. Это важно. Про политику, этику. То, что важно для нас в этом ключе, в первую очередь, мы гуманистически направленная организация. Мы аполитичны. Мы не надлежим ни к какой политической партии, ни к какой системе взглядов. Наша система взглядов, наше верование — это любовь к людям. И это очень важно этически для нас, что психолог не стоит в какой-то там... То есть все свои отношения, позиции мы оставляем дома в ящике стола, когда выходим на работу. У меня маленькое уточнение, Екатерина. Я говорила о специфической вещи, о интервизе и о супервизе. Это не привязка к базовому сделку. Это о том, что информация у военнослужащих может быть на территории страны. И достаточно этой информации или нужно что-то добавить? Среди наших супервизоров нет ни одного гражданина другой страны. Все они проживают на территории Украины, предпочтительно в тех областях, где, собственно, я пытаюсь. Ну, в тех областях, в которых работают, которые курят. Спасибо большое. У нас к сочнению было применение. Нет, у меня небольшое уточнение. У нас просто следующее мероприятие сейчас будет. Небольшое уточнение, все-таки, для успокоения, возможно, нас и гостей наших. Все ли Ваши психологи, психотерапевты, все ли Ваши работники имеют квалифицированное высшее образование? Да, все наши работники имеют квалифицированное высшее образование и минимум одно дополнительное в направлении психотерапии. Часто больше. Спасибо, и куда обращаться? Обращаться, вот, есть телефон горячей линии. Прочитай, пожалуйста, телефон горячей линии вслух. 044-222-90-94. Этот телефон актуален для всех областей Украины, звонки бесплатные. И уже после обращения в Кул-центр распространяется, передается информация по месту обращения. Харьковские телефоны это 093-204-83-85, 098-44-22-895, 099-769-45-22. Находимся мы территориально на улице Полтавский шлях, но желательно позвонить сначала, чтобы записаться. Кто не успел, мы в уголке все дадим продиктовать. И вот это можно взять, у нас есть прошерочки. Шурочки, да. Да, все-таки мы ее сможем? А, спасибо.